Польша расположена в центре Восточной Европы, а ее географические границы простирается от Балтийского моря на севере до горных хребтов Карпат, Татар и Судетский гор на юге. Западная граница идет вдоль реки Одра, восточные рубежи вдоль реки Бук. Висла – самая протяженная река Польши, протекает через всю страну с юга на север. В Польше проживает 38 миллионов человек, а ее территория в два раза меньше территории Франции. Столица Польши – город Варшава. Вероятнее всего, название Польши происходит от названия славянского племени Полян, которые проживали в X веке на территории современного Великопольского региона страны. С 1989 года официальное название Польши звучит как «Жечь Посполита Польска», а по-русски – Республика Польша. Польша граничит семью государствами. На востоке – с Россией, Литвой, Белоруссией и Украиной. На юге – с Чехией и Словакией. На западе – с Германией. По государственному устройству Польша является парламентской республикой, а экономика основана на капиталистической модели развития. Главой государства, также главнокомандующим вооруженными силами, является президент. Парламент, президент и органы самоуправления избираются на всеобщих выборах. С 1989 года Республика Польша выбирала президента шесть раз. Польша является членом многочисленных международных организаций. Наиболее важные – это Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, НАТО и Совет Европы. Также Польша является членом Вышеградской группы. Польское общество мононационально свыше 97% граждан идентифицирует себя как поляки. Единственным государственным языком является польский, хотя в некоторых частях страны можно услышать региональные диалекты. Польский язык признан одним из пяти самых трудных языков мира. Более 90% поляков исповедуют католичество. Ежегодно тысячи верующих отправляются в пешие паломничества в Ченстахову, польскую католическую национальную святыню. В западной Польше находится самая большая в мире статуя Иисуса Христа. Польша очень богата народными традициями. Во время Рождества на праздничном столе должно быть 12 блюд. На Пасху пекут куличи и расписывают яйца, а в день Святого Андрея гадают на растопленном воске. А в ночь на Ивана Купауст воду спускают венки. Туристов в Польшу притягивают разнообразие природных ландшафтов. Будучи в Польше, можно поплавать в море или многочисленных озерах, побродить по широким лесам и пущим, заняться экстремальным туризмом и скалолазанием. Большие и малые польские города полны памятников и мест. Развивающаяся и стабильная экономика привлекают предпринимателей и инвесторов. Польша экспортирует множество наименований товаров и услуг. В основном это продовольствие. В настоящее время Польша является крупнейшим экспортером яблок. Официальным символом Польши является белый орел с короной на голове. Однако есть еще несколько популярных символов страны. Среди прочих зубы самая крупная млекопитающая, проживающая в Европе. Самые многочисленные популяции зубров обитают в кущах Восточной Польши. Русалка со щитом и мечом – символ и герб Варшавы. Одна из легенд гласит, что варшавская русалка – сестра русалки из Копенгагена. Вавельский дракон – символ Кракова, давней столицы Польши. Связаны с легендой о драконе, живущем в яме под Вавельской горой, на которой построили первое королевское поселение. Редактор субтитров А.Семкин